У Довлатова Почему? Во многом потому, что они ставят перед собой разные задачи, во многом потому, что они по-разному видят мир, по-разному видят свое место в мире и свою задачу. Разный образ мира, разный образ себя и разное понимание своих задач в этом мире. То же самое можно сказать про журналистики. Потому что журналистика это та же литература, только может быть иногда важнее. В этом отношении журналист может быть разным. Как и поэта, я бы предпочитал журналиста оценивать по тем задачам, которые он сам перед собой ставит. И это вещь, которая характеризует журналиста, какие задачи он сам перед собой ставит и уже во вторую очередь, как он их добивается. Что касается меня лично, то я могу сказать, что я ценю в журналистике и что мне кажется более необходимым в журналистике. Во-первых, журналист это тот, кто добавил хотя бы единицу информации к существующей информации. Существует вот некая такая информация, кто-то умудряется добавить хотя бы единичку к ней, кто-то нет. Вот этот можно называть скуп, можно называть один байт информации, можно называть как угодно. Это вещь, которая мне кажется отличает профессионального журналиста. Он не просто паразитирует на информационном потоке, он этот поток умудряется увеличить. Он умудряется увеличить количество информации, которая существует. Это первая вещь. Вторая вещь, как мне кажется, журналист это человек, который умудряется своей работой на информационном поле хоть как-то изменить действительностью. Причем не так, чтобы вот где-то так абстрактно, а можно сказать конкретно. Вот эта вещь, которая благодаря мне изменилась, которую мне удалось сдвинуть из пункта А в пункт Б. Ну, чаще всего это, конечно, разоблачительные журналисты. Ну, допустим, с наивысшим шиком у авторов сенсаций, можно при встрече, подав руку, сказать, я сбросила Герзона, или я добилась того, что этот министр ушел в отставку, я добился того, что произошло вот это, я сорвал вот это соглашение, я умудрился сделать и так далее. Это вещи, которые, вторая вещь для меня очень важна, как профессионально. Третья вещь, которая, мне кажется, она именно третья по важности, это вещь, которая, как мне кажется, необходима, когда за конкретным фактом, конкретным сюжетом, который подходит, я могу увидеть некую картину мира, которая идет, то есть есть какой-то репортаж, есть какой-то сюжет, но я вижу не только 2-3 отдельно выбранных фактов, которые мне всунули за 3 минуты, а нечто большее, какую-то картину мира, какой-то взгляд на действительность, которую предоставляет автор. Вот эта вещь очень редкая, но она, собственно, и не требуется от журналистики, это то, что я ценю. Ну и, наконец, четвертое, обычно журналисты выстраивают информацию так, что она категоризация информации, они идут как будто блоками, как будто общим потоком, в едином нарративе, то есть в едином способе рассказывания каких-то событий. То есть там они могут переключаться на плюс-минус, один с правой точки зрения, другой с левой точки зрения, но, в принципе, вот есть единый способ рассказывания. И эта вещь, особенно учитывая современную эру, если бы каждый репортёр писал бы сам по себе, то мы, может быть, получали 40 различных взглядов на мир. Но поскольку они все оглядываются друг на друга и работают в едином информационном пространстве, они все дышат ноздря в ноздрю и бегут как будто в одном направлении. Так вот, мне иногда нравится, что есть иногда журналисты, которые могут сломать этот нарратив, сломать этот способ повествования и дать нечто другое, изменить вот этот поток информации. Это, собственно говоря, четыре вещи, которые не кажутся правильными журналистикой, которые я, видя у журналистов, считаю их более профессиональными, чем все остальные коллег. Субтитры создавал DimaTorzok